Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Сегодня мы будем исследовать, испытывать основу под макияж. Это Makeup Base Premium от Биэлита. Я смотрела на нее отклики. Мне понравились в основном они. Однако были и такие отклики от вас, что она немного сушит кожу. Сейчас я еду на озвучивание кино, потому что это моя работа. Сейчас я уже провела свой обычный утренний уход. Средства уже практически все впитались. Далее я нанесла тоник от Vitex. Это ретинол и магний. Лицо довольно увлажненное. Излишков уходовых средств на нем нет. Я думаю, что благодаря этому будет лучше лежать база. Давайте пробовать. Наношу просто пальчиками на все лицо, включая область вокруг глаз. Сейчас я приобретаю все средства белорусской косметики в магазине Oceandra. У них очень много вариантов доставки. Также огромный-огромный ассортимент. Очень советую вам туда заглянуть. И в их ассортименте не только белорусские средства. Там огромное количество других брендов. Вы знаете, я сравнивала цены. Да, действительно, у них одни из самых выгодных цен на рынке. Но вот у меня такие ощущения пока приятные. Я нанесла также эту силиконовую базу на зону вокруг глаз и веки. Посмотрим, как на ней будут сидеть тени. Сейчас второе средство, которое я бы хотела точно так же протестировать в этом ролике. Это вот такой вот BB крем от Биэлита. Крем для лица комплексный дневной 7 в 1 с SPF 15. Сегодня не очень яркий день. Немного солнца. SPF 15 будет вполне достаточно. И это очень вовремя. Так как я сейчас использую кремы с витамином Е и кислоты уже. Также буду наносить это средство пальчиками просто. Распределю. У него один тон. Тон универсальный. Он должен подстраиваться под цвет лица. Я уже его открыла, чтобы долго сейчас не возиться. Поскольку нет времени, подробный макияж я вам показывать уже не буду. Вы увидите меня уже с полным макияжем. Вот вижу, что вот здесь он не замаскировывает такую розовину на носике. К сожалению. Но он такой довольно прозрачный. Сейчас попробуем наложить его. В глаза попробую его немножечко наложить побольше. Он, конечно, очень ровно распределяется. На этой базе ощущения такие приятные. Очень просто сразу становится нанести макияж. Так, ну что ж, мой макияж уже готов. Как вы видите, сегодня не так много свободного времени. Поэтому очень подробно вам все не показываю. Только расскажу, какими средствами я пользовалась. Опять же, все средства, приобретенные в магазине Океандра, это средства белорусских производителей. Тени. Палетка Гламлук от Люкс Визаж. Оливковые тени. Вот эти. Прекрасно подошли в межбровное пространство. Я оформила им брови. Посмотрите, пожалуйста. По-моему, очень естественно и натурально. Далее. Вот этот светлый цвет был основным тоном на веке и подбровном пространстве. И вот этот темно-шоколадный я положила в уголочек глаза. Никакие стрелки я не использовала, как вы видите. Это дневной макияж. И это довольно интенсивный цвет, который уже сам прекрасно выделяет глаз. Брови я закрепила вот таким вот гелем прозрачным. От Люкс Визаж. Тени от Релуи в тоне 12 прекрасно подошли для легкого контурирования. Также для того, чтобы выделить складочку верхнего века. Тушь от Люкс Визаж в один слой дает вот такой вот прекрасный результат. Черная тушь. Perfect color push-up effect. Далее губная помада и карандаш. Все от Люкс Визаж. Карандаш для губ в номере 46. Амлук. Крем-вельвет. Вот такой цвет. 307 цвет. Очень красиво освежает. Прекрасно. И, может быть, вы будете слегка удивлены. В качестве румян я люблю использовать именно вот эту помаду от Люкс Визаж серии Dream. Это номер 115. Слегка, как вы видите, дуахромный. Очень красивый цвет. И она дает вот такой вот приятный перелив на яблочках щек. Что ж, хочу напомнить, что сегодня мы с вами тестируем два средства от Биэлита. Это основа, силиконовая основа под макияж. И также крем для лица комплексно-дневной 7 в 1 с тонирующим эффектом. И вечером мы посмотрим с вами, что же осталось в итоге от макияжа. Прекрасно ли он сидел или были какие-то нарекания. И насколько комфортно чувствовала себя моя кожа с этими двумя средствами. Напоминаю, что кожа у меня смешанная. Зона Т довольно жирная. Зона щек, лба и под глазами очень сухая. Поэтому мне подходят не все средства. Что ж, проверим вечером. Я уже вернулась с работы. Сейчас 10.30 вечера. Когда я накладывала макияж, было 11 часов утра. Макияж продержался практически 12 часов. Я же просто поймала себя на том, что хочу же пойти в душ. И тут вспомнила, что я же вам не рассказала о том, как ведет себя косметика на лице. Давайте покажу вам все, что осталось от моего макияжа. Осталось, кстати, очень много. Как ни странно. Но, во-первых, сразу же вам должна сказать, что, конечно же, блестит зона Т. Для тех, у кого, может быть, сухая совсем кожа, этот крем отлично пойдет. Потому что он увлажняющий. Я говорю сейчас о вот этом средстве. Плексно-дневной 7 в 1 SPF 15. Вот этот вот крем прекрасно будет для сухой кожи. Кожа, он не сушит это уж точно. По крайней мере, мою. Это не суперстойкое тональное средство. Она будет подстираться местами. Но мне не пришлось ничего подправлять. Как ни странно, да, вот так выглядит тон. Сейчас уже почти ночью. Что стерлось? Естественно, съелась губная помада. Да, база ведет себя неплохо. Тоже базу я накладывала, как вы помните, на веки. И вот, как вы видите, смотрите, я к вам поближе. Тени на месте. Нет никаких заломчиков. Нигде ничего не собирается. И тени Люкс Визаж, и тени Утрилуи прекрасно держались весь день. База не скатывается. Не сушит кожу, по крайней мере, мне. Одно но. У меня очень сухая область под глазами. Поэтому, как только я наношу любое тональное средство, за исключением одного консилера, но о нем я расскажу в другом, конечно же, ролике. Любое тональное средство, любое, любая база мне подсушивает, естественно, кожу под глазами. Вбивающими движениями я наношу сверху в течение дня любой гелеобразный крем под глаза. Любой увлажняющий. И тогда все окей, все отлично. Это моя индивидуальная особенность. Я думаю, что, в принципе, эти средства я могу рекомендовать как супербюджетную находку. Этот BB крем напомнил мне, и сейчас я вынула его из холодильника, мой любимый Clorans. Да, moisturizer. То есть, это увлажняющий крем точно так же с SPF 15 и с точно таким же легким тинтом. Только вот этот крем от Belita, он более густой. Кажется таким немножко жирненьким, когда разносится по лицу. Потом очень хорошо впитывается, подстраивается под цвет. Вот этот же крем, к сожалению, вытекает. Вот вам и люкс, представляете? То есть, зайдите в магазин Океандра, посмотрите, цены там раза в три дешевле. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Уже засыпаю устало, честно говоря. Надеюсь, видео было для вас полезным. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!